Это же Наташа на любимую историю. Наташа и Ашот. Вы должны будете рассказывать друг про друга постыдные истории, которых знают только настоящие друзья. Ну давай, знаешь, какую историю водитель в Монте-Карло? Ну, блядь. Электрон, а ну-ка зал давай, попробуй, угадай, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же Электрон. Правильно, Костик! И вот, когда ожидания от команды, представляющей «Росатом» занижены, мы можем выступить так, чтобы, глядя на это начало, вы сказали, ну как же ребята за 7 минут выросли. Привет, Москва! Здравствуйте! На сцене «Атомщики». Возможно, мы не самая яркая команда клуба, но согласитесь, если работники атомной станции будут делать вот так вот, я даю тебе амбрию, все немного напрягутся, нет? На нашей станции два реактора ВВР-1200, два реактора РБМК-1000, а еще... А еще все это нафиг никому не интересно! Привет, Москва! Даня, это кто? Неважно, мам, пап, идите в зал, там есть свободные места. Ого! Олежка! В субботу на КВН-е! А что, сегодня никто из богатых не женится? Да и, походу, из бедных Россий пермики здесь! Даня, ну зачем ты меня про станцию перебил? Ну, а что ты заладил? Атомная станция, атомная станция! А потому что это наша фишка. У всех команд должна быть своя фишка. Ну, там казахи или журналисты. Так у нас вообще крутая фишка! Наша фишка — ходить на работу и любить Россию. И что этого? Хватит для высоких оценок. А что, любить Россию уже не высший бал? Кстати, а я один заметил, что все, кому было стыдно, что они русские, евреями оказались. Да, нет! А я что, слух сказал, что ли? Извиняюсь, извините. Слушайте, может, какие-то другие новости обсудим? Давайте, чё, конечно. Новостей-то много, а год всё-таки длинный. 14-й месяц пошёл. Не, ну, главная новость — это 10-й пакет санкций. Ну, кого волнует этот пакет? А вот то, что в Альбери свои пакеты платными сделали. Вот это реально по людям ударило. Поэтому давайте шутите о том, что близко людям. Атомная сборная! Россияне с заводскими настройками! Только я, только я буду рядом. Я буду рядом с тобой до утра. И только я, только я буду рядом. А, наверное, каждого из нас отец звал с собой на рыбалку примерно вот так. Поехали. Не хочу, бать. Поехали. Заниматься надо. Поехали. Реферат пишу. Поехали. Батя, ну чё, поехали? Один раз больше, чем ты поймал, теперь каждый день поехали. Поехали! Да, батя! Поехали! А когда у пары возникают проблемы в отношениях, они обычно обращаются к семейному психологу. Я, собственно, почему не стал сразу забирать у вас нож? Просто хочу определить, кто в вашей паре доминирует. Даниил, расскажите, с чего всё началось? Да возвращайся, я с командировки, а моя жена изменяет меня с моим психологом. Так просто отдайте мне штаны, и я уйду. Я от тебя уйду, так сидеть, лежать! Только я, только я буду я, да, я буду я. Сейчас, 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 подожди, подожди, Стань. Пожалуйста, ребят, выйдите. Вроде номер смешной, да, смеялись почему-то не все. Слушай, ну, может, людей что-то от юмора отвлекает? Не, ну ты скажи, что? Ну, как я тебе скажу? Ну, наверное, так и скажи. Вот это вот отвлекает. Вот это твой капот помытый. Ты вообще понимаешь, что номера, в которых ты играешь, ну, там юмор, ну, буквально на волоске висит. Это хорошо, Хрусталёв в кепке пришёл. А то так бы сейчас, Свет, от тебя в него, и всё. Первые три ряда выжгло нахрен. Не, ну. Я так могу и кепку-то надеть. Ну. А это никого не отвлекает? Тебя это не отвлекает? Не отвлекает? Я же всё время сюда смотрю. Что сказал? Чё? Лысый, жирный. А вы не можете за кулисами разобраться, кто из вас более безобразный? Чего? О, дать бы тебя в жбан, а, ну, с китайцами сейчас дружить надо. Продолжаем, друзья. Представьте, мужики варят виагру в домашних условиях. Сметана, петрушка, орехи, корень женьшеня. Пробуй. Чё, как? Ой, бегите, мужики. Господи, бегите. А с уходом брендов может произойти и такая ситуация. Представьте, пара выбирает, какую одежду вернуть с дачи, чтобы обновить свой гардероб. Ксюха, зацени! Зара. Ну, ты ж не костёр упал. Но это Зара. Да здесь ещё и Кока-Кола, та самая. О, дай попробую. Не-не-не, Ксюш, не надо, это пепельница. Офу. Да не пепельница. Но она реально вкуснее черноголовки. Ксюша, это что? Это что, мы так жили? Мы мыли полы адидасом, тушили окурки в Кока-Коле, мы вытирали руки бершкой. Откуда у нас столько вещей? Да мы же здесь, в пандемии, от конца света прятались. Какой офигительный был год. Слушай, Ксюха, а может мы здесь останемся жить? Ну, здесь не телевизор, не интернет. Так я поэтому и предлагаю, здесь живёт Ксюха! Хоба! 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 Ну и в завершении. Росатом строит атомные станции в таких странах, как Индия, Египет, Венгрия и Беларусь. Что? Ну, Беларусь! Беларусь! Паш, ты что, возглавляешь Белорусскую атомную станцию? Ну, а чё, местечко спокойное. Оно ж это, ну, не работает. А по КВН никаких предложений не было? Не, ну было одно предложение, чё, ну там чё-то как-то. А вы чё, согласились? А, они согласились! Вот это карьерный кувырок, да, Лёха, прям? Нормально. Ваше выступление. Извините, старых друзей встретил. Да, нет, я так не... А надо прям вдвоём сидеть, да, чтобы вот оценки считать на компьютере, да? Вот вдвоём надо. Ну, у вас же четверо стояло, чтобы ты один шутки говорил. Неплохо, неплохо, Алечка, неплохо! Паш, ты обещал нам помочь? Да, да, да. Россия, вперёд! А вот... А где ваш этот усатый, вот он за камерами, где он там в охране, билеты проверяет, где он? А ваш этот усатый где? Наш? У нас в команде не было ус... А-а-а! Занималась где-то? Неплохо, неплохо. Выиграла в том году. Ну, 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 ну. Ну, чё вы устроили, а? Ну, что вы не поделили? Да, в том-то и дело, что поделили. Ребят, вы на летнем кубке выясните это всё. Да, да, вы же будете на летнем кубке тоже, да? Оценки объявлять будете? Так, малолетки, рты закрыли. Вы уже выиграли КВН, ищите работу. И не мешайте играть тем, у кого она уже есть. Неплохо! Да неплохо, неплохо, иди сюда и сделай то, ради чего тебя позвали. Ладно, ладно. Атомная сборная, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...